Почему какой-то человек вам становится вдруг интересен, а какой-то человек не вызывает, наоборот, интерес? Ну, на самом деле, во-первых, существует много факторов, которые вы не контролируете. Потому что мы реагируем на внешность других людей, на тон голоса других людей, на запах других людей, на множество совершенно сигналов, которые считываются нами на подкорковом уровне. Поэтому существуют когнитивные искажения, в облах которых, например, более симпатичные люди кажутся нам более умными, например, и так далее. И это такое наше бессознательное стремление к людям, которые на самом деле просто здоровее. Там в основе все вообще просто лежит инстинкт генов. Если человек красивый, здоровый, красиво двигается и говорит приятным голосом, У нас на подсознательном уровне мы воспринимаем его как человека интересного. Потому что, видимо, у него неплохие гены. И, в общем, это нормально, когда люди интересуются другой особью с генами, так сказать, которые кажутся ему, его подсознанию, ценными. Но, кроме этого, есть еще и личностный, человеческий, сознательный интерес. Вы можете интересоваться с человеком просто потому, что вы попали под его обаяние, а вы можете интересоваться с другим человеком, потому что он делает что-то такое, что вам непонятно, неизвестно, может быть, даже странно, удивительно. И вот этот интерес, это связано с тем, что вы можете расширить свое внутреннее пространство, узнав что-то, что для вас пока недоступно. И вам хочется понять, откуда это, как это, почему он этим увлекается, а почему вот он так думает, а как там происходит, когда он это делает, и так далее. И эти вопросы, они позволяют нам выйти из своих обычных автоматизмов. Мы же мучаемся от скуки. А скукает что такое? Это когда мы не видим ничего нового. Но часто, сталкиваясь с новым, мы отмахиваемся от него, потому что оно новое, непонятное. Но нам же будет скучно. И вот интерес другому человеку надо в себе воспитывать не потому, что эти другие люди, вот они, прямо их нужно зачем-то познавать, да, а потому что они вас сделают больше. И когда вы понимаете, что общение с другими людьми это возможность многое узнать, понять, измениться самим, тогда интерес, который вы испытываете к другим людям, будет по-настоящему искренним. Это самое важное.